здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня меня приглашают работать как лектор по торе в разные места есть проекты которые включают себя 10 лекций есть год чтобы я читала есть раз в неделю два раза в неделю есть разовые лекции по-разному по одному телефону ко мне как-то позвонили и сказали мог можно ли мне могу ли я прийти по назначенному адресу со мной может быть закроют проект на чтение торы раз в неделю в каком-то интересном месте там где живет публика золотого возраста и сказали что эта публика очень особая и я спросила в чем особенность этой публики мне сказали дело в том что нам от вас нужно чтобы вы имели презентабельный вид нам сказали что вы такой внешностью обладаете я очень удивилась сказала хорошо я приеду меня очень заинтересовало почему меня приглашают читать лекции по торе из-за того что у меня презентабельный вид я приехала это оказалось очень красивое здание новое красивое с видом на море и выяснилось что это квартирой для людей пожилого возраста но проживание там как в гостинице пятизвездочной гостиницы вся обслуга питание 24 часа в сутки врач медсестра лобби в котором всегда ставят свежие фрукты и возможность сделать себе самому кофе и так далее я когда спросила сколько стоит проживание в этом доме мне назвали сумма от которой у меня закружилась голова это примерно три месячные зарплаты моего мужа и я спросила кто здесь живет мне сказали это богатые бывшие богатые люди которые сейчас у которых денег столько что они их не успеют устратить в ближайшие 50 лет и поэтому они могут позволить себе такое проживание в таком дорогом месте что это практически проживание как в гостинице только вместо гостиничного номера у них собственные квартиры которых нет никакой надобности готовить потому что там есть кухня там великолепные повара более того каждый получает еду по тому диагнозу который у него есть кто-то без соли кто-то без сахара кому-то не жареные то есть там индивидуально который и вот все что от меня требовалось это читать этим людям тору один раз в неделю приходить рассказывать им недельную главу и иметь презентабельный вид я сказала но если вас устраивает то как я выгляжу они говорят вот это для нас самое главное игра важно вам не важно игра может быть я реформистка может быть я миссия миссия миссионерка может быть что они говорят нет нам сказали что вы читаете тору вас достаточно уровень знания самое главное чтобы вы презентабельно выглядели потому что в наш дом скажем так не каждый может прийти действительно там строгая система защиты помимо особого человека который пропускает или не пропускает который знает по какому поводу пришли в этот дом так далее как швейцар и вот я начала работать в этом доме раз в неделю я приходила иногда приносила с собой гитару чтобы людям золотого возраста иногда спеть что-то из песен их молодости всегда приятно когда деврей тура когда тора иногда сочетается с хорошими хорошими песнями и вот как-то подходит в начале того как я там начал работать подходит ко мне один человек естественно это все израильтяне они говорят только на иврите он со мной знакомится говорит что он будет ходить ко мне в группу он на евреи румынского происхождения он подростком перри пережил вторую мировую войну и он сказал что он послушает меня один урок если его устроит качество моего преподавания то у него будет ко мне очень серьезный разговор я подумала но этот весь этот дом он с большими претензиями все эти люди здесь с большими претензиями запросами богатые люди которые привыкли к другому отношению и все думаю если он думать что мое время так так легко можно занять на думаю ладно человек пожилой я уделю ему время вот он прослушал мою лекцию подходит ко мне и говорит да вы на том уровне который я и ожидал и поэтому я могу с вами разговаривать на про себя подумала думаю думаю почему-то никто не интересуется если с моей стороны его уровень меня устраивает и так далее но это сработало мои знаете чисто женское такое с из вилла в называется про себя и вот он мне говорит раз вы религиозная женщина приходите к нам читать тору значит у вас будут ответы на мои вопросы я говорю я конечно постараюсь я говорю а какие у вас вопросы он мне говорит моя жена добрая память ушла уже в мир иной она меня предала я хочу узнать как почему и за что я говорю простите кур я вас совсем не знаю я не знаю вашу жену я не знаю что у вас произошло он говорит я вам расскажу когда я познакомился с моей женой мы оба были сироты оба пережили войну и концлагеря что нас сблизило то что мы были из одного города и что мы оба говорили по-румынски и то что мы оба решили ехать в эрит израиль он говорит и там когда мы приехали мы практически решили пожениться но было одно но моя жена будущая жена она была очень набожная а я была абсолютно светский он говорит и когда мы женились то мы сразу закрыли одну тему что мы сохраняем статус кво что моя жена не мешает мне вести мой образ жизни а я не мешаю ей хранить ее шаббат и хочет ходить в миг и пусть ходит кашрут мне абсолютно не мешает я в любом случае вне дома могу поесть все что я хочу и вот этот статус кво сохранялся очень многие годы долгие годы город когда родились наши дети единственная не дал их отдать в религиозную школу хотя же она очень расстраивалась он говорит практически все шаббаты я делал то что я хотела мог с друзьями уехать я мог я я был волен делать все что я хочу он говорит но какого же каково же было мое удивление когда дети выросли и все стали религиозными он говорит я был очень удивлен он говорит и вот послушайте что произошло уже было достаточно так мы уже были очень пожилыми людьми и моя внучка которая выросла у нее была подружка в детстве и вот нас приглашают на свадьбу подружки моей внучки она нас все детство в доме провела и вот мы приезжаем на свадьбу я вижу эту взрослую девушку которая в доме ползала у меня на коленях он гордина естественно говорит я подошел я пожал руку отцу я хотел пожать руку матери она от меня отшатнулась я хотел обнять невесту и тут меня оттолкнули причем оттолкнули меня как собаку я говорю а по какой причине он говорит они видите ли религиозные они оказывается тоже религиозные он говорит откуда я знал откуда я знал что религиозной женщине нельзя пожимать руку и и тем более нельзя обнять невесту. Оказывается, я даже пальцем не мог до нее дотронуться. Он говорит, на меня так все смотрели, как на сумасшедшего. Он говорит, а потом я еще пошел в синагогу. Он говорит, и мне сделали замечание, почему я без скипа. А там мальчишки лет 10, 11, 12, говорят, они вообще начали меня дразнить и стали мне кричать «Гой, гой, гой, гой». Он говорит, «Какой я гой?» Говорит, «Я еврей». Он говорит, «Я пережил катастрофу». Он так возмущался, он говорит, «Я хочу понять, почему моя жена меня предала, почему она всю жизнь выбрала, почему она выбрала не меня, почему она выбрала вот эти свои шабаты, почему она всегда с религиозным, почему мои дети меня предали, почему они не пошли за мной, почему они тоже стали религиозными. Что я им такого сделал?» Он говорит, «И сейчас мои дети уже взрослые, у меня внуки, им со мной не о чем поговорить». Я говорю, «Давайте так, походите ко мне на уроки». Я говорю, «Может быть, часть вопросов у вас разрешится сама собой я говорю на вопрос о предательстве вашей жены игру может быть тоже отпадет сам собой и вот этот человек румынский еврей переживший катастрофу европейского еврейства видевший смерть похоронивший всю свою семью и родителей он стал ходить ко мне на уроки и спустя год он ко мне пришел и он сказал я получил ответы на очень многие мои вопросы он будет и тем не менее у меня они вопросы остались он говорит я только сейчас понял что я фактически совершенно не знал свою жену я совершенно не знал своих детей я совершенно их не понял потому что они жили абсолютно другой жизнью я только сейчас понял что я пропустил я пропустил своей жизни все я говорю вам даже в голову не пришло поинтересоваться хотя бы разок почему ваша жена соблюдает шаббаты говорю вы никогда не сели на серьезный разговор поговорить уже после многих лет жизни ведь вы ее это поняла очень любили он говорит я ее очень любил он говорит но только сейчас я понимаю как сильно любила меня она что будучи религиозной она продолжала меня терпеть вот такого который ни разу не повернулся к ней лицо я говорю можно я вам расскажу одну историю которую я тоже слышала от одного рава один человек работал в банке и по молодости что-то не справился с какими-то банковскими документами допустил какую-то ошибку и из-за его ошибки деньги пошли не туда и началось уголовное дело открыли уголовное дело этого человека могли посадить и он страшно испугавшись убегает из этого города меняет имя меняет свой паспорт делает себе какую-то там легкую пластическую операцию для того чтобы не сесть в тюрьму и каждый раз он в каком-то городе он там по 5-6 лет жил и когда ему казалось что начинают что скажем так напали на его след он менял место жительства он всю свою жизнь был в бегах и вот он в бета воде в доме для престарелых ему 85 лет стучаться в его комнату и спрашивают скажите пожалуйста вы такой-то и такой-то он говорит да он говорит а вы были раньше тем-то и тем-то и он с ужасом слышать свое прошлое имя от которого он убегал всю свою жизнь когда работал в банке клерком ему люди говорят наконец-то мы вас нашли мы вас ищем больше более 50 лет у него сердце жалость но он сказал я такой больной мне осталось жить немного я до суда все равно не доживу пусть сейчас они мне предъявляют все при все обвинения какие они только хотят они говорят дело в том что мы вас ищем так много лет у вас выяснилось что у вас дядя в америке жил у которого не было наследников и вы его единственный дальний родственник которому он оставил несколько миллиардов долларов и мы вас ищем более 50 лет и наконец мы вам мы вас нашли вот ваше наследство этот человек когда он это слышит он умирает от разрыва сердца потому что он всю свою жизнь бегал и думал что его посадят тюрьму менял несколько раз имена менял документы а оказывается всю жизнь его искали для того чтобы ему вручить наследство в несколько миллиардов долларов он мог жить как в в раю он мог жениться мог завести детей о мог жениться иметь как говорится яхты тара корабли пароходы он он мог прожить совершенно другую жизнь из-за того что он бегал из-за какого-то маленького финансового нарушения он пропустил он упустил всю свою жизнь он умер от разрыва сердца и вот этот человек который пришел спросить за что им предала его жена он через год мне сказал он горит я только сейчас понял что это не жена меня предала что это я ее всю жизнь предавал и теперь я понимаю почему моим детям у них нет общих тем со мной он говорит я ведь мог все это что сейчас я у вас учу целый год я ведь мог все это знать если бы только я один раз сел и поговорил с ней серьезно но я цеплялся за мою свободу я цеплялся за мою независимость я думал что я умнее всех и что я всех их обхитрил выясняется что я купил билет на поезд а сам на этом поезде не поехал выяснилось что я всю жизнь обманывал самого себя и спасибо вам что вы пришли в наш этот дом и что вы открыли мне глаза я надеюсь что моя жена когда-нибудь меня простит мы с вами читаем в нашей недельной главе о жене которая изменила своему мужу измены бывают разные вот об одной из таких измен я вам рассказала сейчас цените тех кто с вами рядом и находите иногда время если вы что-то не понимаете просто сесть за один стол налить чашку хорошего горячего чая и просто поговорить по душам и тогда может быть у нас будет гораздо меньше измен в нашей жизни с вами была ваша бабушка соня